Привет, дорогие друзья, с вами Зазепа и Кавкан. Кирилл Орешкин, ёпт. Кирилл Орешкин. Сейчас покажу вам лучший реплей недели. Ну? Я уже давно не играл. Дня три, это давно. Да, для человека, который проиграл, сколько у тебя боёв, блин, я уже не помню достижения. Двадцать пять тысяч, это много, да? Мало. Мало. Ну а что, есть же там задроты за сто тысяч, которые боёв у них. Не успел, хотел ник скинуть. Ну, не важно, короче, их нити, всё равно. Как так? Сидят целыми днями, играют в танке. Это ж насколько надо быть преданным вардеймингу, чтобы так играть. Ну чё, поедем, поедем направо? Ага. Сигану ты никого тут не пробьёшь, но кроме там, может, третьего уровня. Ну, ПТФ может ещё там прошьёшь. Кроме Хедзера. Я броневой поработаю. Броневой? А как у них Б1? Б1, ну так, сорока девятипроцентный. У них он, чувак, с кауказа, Т28Э, который 56%, самый такой топовый. Оп, 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 подожди. Я ничего на Хедзера подрезал. А, я думал, тоже звук настраиваешь. Не-не-не, звук у меня вроде как нормально настраиваем. Это слишком громко в игре у меня. О, лучше. Это мы так для разминочки решили начать, да, на третьем уголе? Ну да. Ну что, готовься к ускорению. Через три, два, один. Всё, давай. Погнали. Поговозик. Слышал сказку про паровозик, который смог? Нет. Загугли. Так, ой. Ещё надо поджаться. Он в меня стреляет уже. He's fucking shot me. Так, Т95 надо его выпилить. А, ну скорее всего он меня первый выпили. Нет, я сейчас приеду. Я же его пробиваю. Домой. Домой, смотри, там ПТ-эхо сидит. М8А1 там из кустов лупит. А вот и она. Ой, Хедзер, ты хорошо приехал. Брат. Блядь. Что-то дно, блин, встал. Так, ладно, бывает, зато их засветил. Да. Засветил. А что они у меня на мини-карте не отображаются? Кстати говоря, это М8А1. Ну, наверное, с Хедзера там слилось. Не, ладно, хуёвый бой, я тебе честно скажу. Так что давай на чём-нибудь другом поедем. Так, ещё одну секундочку. Отключу ВКонтакте, чтобы никто ничего не там написал, чтобы не было такого. Кто написал? Да не, я говорю, просто ВКонтакте забыл выключить, так и выключил сейчас. Ну, давай бери что-нибудь. Что-нибудь такое, знаешь, повеселее. Уровень поднимем тогда на 2. На 2. Получается 5. Давай 5. По-стариночке, да, покатухи на дедах. Новая серия, новый выпуск. Ну, а что, кстати, давненько я не снимал покатухи на дедах. Так приди сегодня и сними. Сегодня. Ну что, придём с работы снимем. Хотя не думаешь, что тебя там долго сегодня держать будут? Короче, я в любом случае позже приду. Да, меня скорее всего направят к тебе посидеть, посмотреть. Ну, похоже. Будешь смотреть, как я там извиваюсь, да? Короче, в город едем быстро. Да-да. У них эти уихи, желтые, черчилль тоже. Вот это вот арта, блин, я её не люблю. 57%, которые Лев Форш. Посмотри на пушку КВ-2 нашёл. КВ-2, а где он там? Перед тобой. А, ё. А он не топовый. По-моему, да. Ёлки-палки. А, нет, топовый. Нет, топовый, топовый. У него башня чисто не топовая. А, башня, да. Он это по истоничности убирает. У меня, короче, сейчас просто урезаны моды от этого, от вспыхи. Поэтому я не вижу даже кое-каличество боёв. У меня чисто процент побед отображается. Ну, так, знаешь, минималистично. Чтоб просто знать там то, что... Не понял. А где твои наклейки с Днём Победы? С Днём Победы? У меня есть очень патриотическая наклейка. Победа будет за нами. Так что всё нормально. Так с Днём Победы бесплатно. Её нужно наклеить, если ты. А то в Новый День Победы их уберут ещё, дай бог. Их бедут новое. Так, у тебя Варяг, Минский Дерб и Белорусский флаг. У тебя тоже нет. А тут? Не видишь, что ли? Победа будет за нами, Белорусский флаг. Да, то же самое. Не знаю, мне буквочка Теслева как-то больше нравится. Ещё бы, конечно, одну звёздочку надулу налепить. А сколько у тебя? А у меня только одна звезда, а вторую всё никак не могу получить. А я третью не могу никак получить. У меня на КВ-хе второй, зато две звезды. Это, по-моему, круто. Ну как Крикор? Хорошо, есть пацаны, которых и три. Но две звезды на КВ-2 это тоже красава считается. Слушай, сам знаешь, какое-то там глушило стоит. Артиллерийское. Так, по сути дела у нас там ТИП-Т-34, Джексон и Т-34. Главное, чтобы у них здесь не было. Надо дворик занять. Ну что, погнали тогда? Ой, здравствуйте. Здравствуйте, я ваша бабушка, да? Ебать, Чекшель. Ну, Чекшель, ладно. А у нас, что у них седьмой. Ой, на говне фугасный. Иного он нас может за две плюхи вынести. Блядь, я загуслил Чекшель, он починился. Помоги мне. А куда его пробивать, мне интересно? Блядь, не знаю, под гусеницу попробую пробивать, потому что... Ну, сам же знаешь, куда его пробивать. У меня уже рта фокусили. Блядь, там слева эти пиздюки. Сука. Ну ты, короче, смертник, чувак. Я тебя поздравляю. Извини, конечно, пока. Блин, я накидал нормально. Блядь. Объедем поиздать. Скинь. Т-34 у меня фугасами пытается пробить. Плошара. Не, она, конечно, пробивает. Так, не, голду, голду, срочно голду. Вот, сюда, в каточек его буду бить. Отлично, КВ-2 нас спас. Ммм, там еще Шкода сидит. Не, лучше не буду лезть. И Наскорен еще там же. Под боком. Кстати, рта по мне прокидывала вот эта вот французская оттуда. Да, я же говорю, ты пидорство какое-то, а не рта. Ну, они, твари, все на базе сидят, ты видишь? Отстреляй ПТшки вот эти на кишке попробуй. Да-да-да, пытаюсь. Сейчас получу. Вот, блядь, как и знал. Зря ренку использовал. Рта попала, что ли? Нет, там еще одна ПТ-ха эта. А, нет, С, рта по мне попала, да. Этот ПТ-зэ. Только снизу четвертого уровня. А у нас как рта? У нас рта как члены урта, блин. Короче, 52% и 50. Не, я ебал больше вылазить, потому что я не хочу сдохнуть. Вот этих еще можно запокусить. Давай, братиш, ты такой и смелый же был. О, черщик. Даже не надо через забор попрошить. Ну что, вроде ему в сумму так разок. Ну что, делайте ваши ставки, господа. Не повезло. Не, слышь, это походу слив. Смотри, у него сейчас там слева приезжают пацаны на Луи. Они на базе будут стоять. Да, нихуя. Ну смотри, елочка приехала. Хер его знает. Может, Таи поедет на базу, может, нет. Он еще насхер поджимает. Сейчас сюда подкачусь, попробую насхерно запокусить. Бать. Вот кто бы дал под свет мне, вот. Конечно, я много прошу, может быть. Тем не менее, хотелось бы. Никто не даст. Только ты. А вот он, вперед уехал за базиком. Там еще хелкатик. Пускай базу капают. Наших. Пускай они не тупят. Напиши им там в чат, пускай берут базу. Так они не успеют. Хер его знает, блин. Я, может, тут как-то от подсвета там немного сыграю. Просто нас классно кидает. Блин, первый бой зашел, называется. Я не знаю, к этим камням, может, мне повезет. Может, под свет будут давать хотя бы арте нашей, которая в ФВ. Хотя она, вроде, на такие расстояния не кидает. Ебать, я с вертухи попал. Елка летает. Ебать, как я не пробил. Назад, сдай. Ой-ёй-ёй-ёй, опасно. Главное сейчас носорога разобрать. Все, минус носорог. Бать. Ну, он здесь нет, он здесь не застрял нормально ему. Я думал, он свалится. Лучше бы он свалился уже. Ну. Ну, он красиво так объехал. Блин, я сделал все, что мог. Поехали на том уровне. На каком-то третьем опять, что ли? Ну, погнали. Что бы выкатать? Может быть, это... Победа? Победа, лол. Да, победа. Сейчас посмотрим статистику команды, результат. Ну, блин, 42. Хедзер, молочек, 5 фрагов сделал, затащил. Вот жалко, что в игре нету функций поблагодарить. Вот таким вот игрокам я бы ставил лайк. Вроде там что-то говорили, что хотели ввести эту функцию, нет? На хераси ЛТП, на нем нельзя нагнуть. Можно на нем все нагнуть, господи. Двойной зато срублю. Кстати, на Европе сегодня, по-моему, тройной играл сегодня. Буквально. 35, нормальный пинг. С нашим-то интернетом. Так, у нас плохой интернет. Нормально у нас интернет, блин. Ну, у тебя какой? У тебя какой тариф на план? Один из самых худших. Вообще. Ну, по отзывам. 25 мегабит входящий, 25 мегабит исходящий. Это там, во-первых, мало. Во-вторых, у них порты закрыты на некоторые вещи. О, баланс классный. Ты думаешь, у Миг Танков ставят ограничения, как 10 мегабит? Максимальный, или нет? Или что тут? Я про другое, что на некоторые вообще онлайн-игры порты закрыты. С самим провайдером. Ну что, давай гнуть их. Кебать, у нас две арты в топе. Так а я, о чем баланс вообще шикарный. Хорошо, что у них хотя бы ПЗ-2, Джей нету. Это вообще было бы... Не, я бы его-то разобрал, у нас далека. Да вдвоем бы точно его накормили вот здесь по этой кишке. Голдой и прямо в командирскую руку. Всем нужна помощь за мной. Ой, боже, что ж так лагает. Ничего у тебя лагает. У меня не лагает. В интернет, видимо, сервак тупик. Что, зажимаем. Нормально, нормально, нормально. Приезжаем дальше, ЛТП сейчас будем разбегать. Поехали на базу, нахрен, задрали. Вертуха не пришла. А у меня прошла. Ой, все, в круг. Пусть эти горные ребята сами сползают. Так как-то да. Команда из раков, даже Акуния. И так-то да. Называется, он спустился к нам с высот, да? Что он там вообще забыл? У него 55% побед. Это Игоревна. С раками. Базу уже почти взяли их. А, ну раз взяли почти базу, так я лучше и высовываться. Не буду, потому что, ну нахрен. Раки. Сами слились, сами раки. А вот на 220-х у нас поражение. Это не очень хорошо. Так это понятно. Так, ну что, еще на чем? Опять? 227-го. Ладно, у нас сегодня такой лоу-левел, да? Надо же отдохнуть. У тебя есть ПЗ-2? Нет, зачем он мне? Или М2. Их к четверкам кидает. Нихуя не к четверкам. Максимум к тройкам. Максимум. Это вот нас вот к четверкам кидает, это да. Сейчас скину тебе в ВКонтакте опрос. Зацени второй вариант. Ничего не напоминает? А, так, соус третий. Кстати, я вот посмотрел так на ютюбе про эту игру, вообще понравилось. Даже, может, подумал купить ее. Ты опрос читай. Второй вариант. Ниже опрос. Зачем Дрю прикрепляет к стримам опросы? Без понятий, потому что Гладиолус так бодрее... А, ну да. Я люблю тыкать кружок рядом с вариантом. Я бы вонзил этой Мэри Джейна. Последний я поставил. Как и все. Ну, я, наверное, потому что Гладиолус. Это очень редкий вариант ответа. Да, но зато очень знакомый, да? Да. Почему, почему? Потому что Гладиолус. Галина Станиславовна оценит, да? Лоб. У нас спрашивают, где вы брали Т-127 лоб? Ну, блядь, где? Насосали, конечно же. Ты че? Он же продается, он что упал. Ну, походу. Плюс, плюс. Тебе заняться нечем, дядя? Я тебе бампер ломаю. Ногой. А мне похуй, у меня страховка. Пока клан делает Т-127-х. Боже. Ну, они и страдают. Да вообще какие-то страдалицы. Ой, я подпрыгнул. Я на Галде выебал все, блин. Сказал, знаете, какой у него ник? Так, Лофр. Лофр. Такие, 55-54. Так, ну че, посмотрел, как они там ебутся. Так, ясно, понял. Вас понял, да? Вас понял. Так точно. У меня этот лофт пробил, его нужно зажимать. Он убегает. Да их тут трое, блин. Подожди. Сейчас зажмем. Ух ты, ёк ты. Слышь, они-то на Галде играют, кстати. Дай-ка я заряжу Галду, блин. Ты че, упал и я там танки без Галды играть? Не, ну блядь. Ебать. Не очень-то хорошо я приехал. Я тебе говорю, он вообще охреневший. Тут еще Т-50 охреневший немного. Да, в борт не подбрил. Ну, это, конечно, хорошо он выскочил. Он, конечно, сдох, блин. Что-то мы как-то их получше выбриваем, как те. Ну. Не, ну я там, блин, конечно же, выехал так просто. Ну, Т-50 и этот в борт. Так, короче, и расстратились мы их пока. Ты вообще упал? Dark Souls 3 уже, ну, пиратка давно валяется на торрентах. Да я не хочу пиратку, я хочу лицензионную копию проиграть. Ну, блядь, ну пизда... 1500 рублей. Да похуй, да пиздафа игра, ты че. А, у тебя деньги есть, окей. И мне купишь заодно. Если даже я игры не покупаю, то я не знаю. Такие дорогие. Ой, так где-нибудь, я думаю, можно найти там в онлайн-магазинах. Типа там. Так а я тебе о чем? Я на нем и смотрел. Полтора рубля. Я думаю, цена через месяц упадет, ну, раза в два. Ты сначала первой части пройди, вторую и первую. А я на ютубе смотрел. Ну, прикольно. Ну, третья вообще шикарно сделана. Вот, зачетно прям. Почему? Однообразно. То же самое. Я че-то отличие не вижу. Да, в любом случае хочется поиграть что-то такое. Ну, я в такие игры просто не играл. Не, ну, конечно, играл там, конечно, когда-то давным-давно там в готику, да. Вообще-то Doom скоро выходит. Ну, Doom я себе по-любому куплю. Даже, может, на канал пройду его. Так ты сам говорил, типа, я вообще к аналитскому тебе обязательно беру. Думал. Да, блядь, сразу же. Я жалею, кстати, что у меня в Ульфинштайна нету, что я там предзаказ не сделал, кстати. Так уже доступна бета-версия, лол, в стиме. Да. Ну, сколько она там стоит, кстати. А там, по-моему, сейчас только мультиплеер, хочу компанию пройти. Да, мультиплеер, а шо ж ты хотел? Тебе компанию так не дадут бесплатно попробовать. Компания, она появится, как игра выйдет, короче. Давай на че-нибудь... Не, блядь, заебали ты в уйти, да, че-нибудь другое? Ну, давай 220-е надо выгулять до победы. Да, кстати говоря, она двойносина. Спасибо деду за победу, да? У тебя, кстати, микрофон немного шумит. Не очень хорошо. Он не должен шуметь. Ну так, немного получше. Ну так-то лучше, наверное. Ну да. Сейчас еще немного громкости прибавлю тогда в скайпе, потому что я делал пассивный. Снова брать, наконец-то. Чтоб все оборудование на него поставить. Потому что в танке на приставке я только на мониторе буду играть. Так нереально. Там задержка на телеке видна. Я уже два боя сыграл. Один выиграл, один проиграл. Проиграл и то тупо. Потому что я выехал. На Энске. Там такой Энск, блин, вообще непонятно. Там все карты не видно. Слушай, а там же, по сути дела, уже в тех танках на приставках, там все абсолютно в HD уже. Да. Там же даже вот это скапливается на танке снег, там это грязь на гусеницах, потому что ролик был. Вот не могут они сделать приставки Ctrl-C, Ctrl-V, блин. Заменить чисто пакеты файлов и все. Потому что давно пора было на приставки переходить. Я хотел летом, так как мне не привезли летом, я и забыл на это дело. Ну и хорошо, потому что сейчас новая версия вышла, которая меньше греется. Политика компании, компании WG, да, там, одноядерные процы, да? На приставке читеров нет в онлайн-играх. Ты можешь любую игру онлайн покупать на приставке. То есть там этот Division, короче, все плынет. Division, по-моему, уже есть на ПК, нет? Я не хочу играть на нем на компе, там читеров появилось огромное количество. Как и в GTA, наверное, 5-е, да? В GTA еще можно играть, потому что там не си совместные выполняешь. Там нету друг против друга таких игр, в которые интересно играть. Так, шестерки. Вот сейчас опять будем с аихами трахаться в прямом смысле этого слова. Прикрой от говнистого. Сука. Ну ладно, подставлюсь, поеду вперед. Давай, еще не туда поехали. Товарищи, я обычно всегда сюда езжу. Нормально так на танковую. Комбрат, они уже здесь. Хьюстон, у них это проблем, да? Или как там? Прикинь, я чинукай нашел. Он решил спрятаться. Не хер вот так, пробью это уйди. Так, уйди, походу, на фугасах. Давай РЭЛа заберем. Чтоб мне сейчас уехал в Бор, блядь, не забрал у меня. Я сейчас подожмусь к РЭЛу. Башня, стоковая башня, стоковая. Ну? Все? Уже петель фантастик жгут? Да. Сейчас сзади заеду. Не-не-не-не-не-не, иди-ка ты нахуй. Не понял. Зажали. Сажали. Сразу, по-моему, пора ехать. Не-не-не. Ну как? Вот этих, блядь, по центру нахуй-то постараться вырезать. Не, про нашу. О, Матильда бот, по-моему. Ну и хер на нее, блядь. В этой Матильде, ну хотя бы 49%. Такой уж и бот. Штук на голде, кстати. Не пробивает меня уже который раз. Угу. Я этот цинь слышу. Ну я парень простой, просто прочел. Без рона, БП. Все дела. Не понял. Раздавил как букашку. М6 пишет, ой, красава. Сейчас будет их ебать. Нормально. Охуенные борта у этого у ИИ. Даже в борт не пробил. Такая ача, он вообще какой-то бешеный. Ну, братья. Вот как первые уровни там, вот то, что я тебе говорил сегодня, ты первую пушку отобрали. Так всем первым уровнем отобрали, чтобы прокачиваться легче было новичкам. О, Матильда убегает. Молодец, что убегает. Хуй развернется, блин, на воде особенно. Чем двигатель выбил? С выбитым двигателем. Не, короче, братан, надо поджиматься. Так я сзади заезжаю, не лезь. Короче, мы сейчас заберем. Давай, пытайся. А, ну я его в задницу даже не пробиваю. Лол. Че, уже таганит, что ли, выехал? Нет, я в борт хотел заехать. Только в борт пробивается. Ну я тут, короче, засел там кустарный, этот чувак. Я боюсь, что мне сейчас жопа от Дитер Макса не прилетела. А то он там может хорошо засесть. Да он боится. Ой, ой. Дитер Макс снял акту, значит он уже на нашей базе. Особо на кацине нету смысла. Где-то там сзади ползешь. На ручнике, что ли, катаешься? Почему? Ну так вот нормально, так на ручнике. Одна гусеница чисто едет. Так удобно. А и так одна гусеница едет. Хер его знает. На всех танках, короче. КВшный дрифт. Ну, КВшный дрифт. Ну, возьми ягу свою. Акционный танчик, между прочим, да? Как и мое говно. Твое говно уже сейчас хрен где купишь. На приставке. Если только с аккаунтом, на приставке или, не знаю, там, от ВГ там как-то купить. Еще в этом Блиц можно купить. На приставке реально. Прям в магазине? Прям в магазине можно купить Блиц. По идее, да. Как-то знаешь, поиграл чисто пару боев на телефоне, но потом забил. Да неудобно на телефоне, нужно на компе, на десятке есть игра, реально. Нужно через этот аккаунт создать в магазине. Но там же, подожди, там ПКшники играют с телефонами или что? Нет, ПКшники с ПКшниками. Просто сжимаю, конечно, в магазин создать аккаунт. Так, я думаю, сейчас последний бой сыграем, побеседуем и поедем. Ну как, блин, я вообще туда на машине доезжаю за минуту. Вот в прошлый раз вчера я доехал вообще за 11 минут на работу, я серьезно. Прям смотрел, было 33 минуты, приехал, и я, получается, в 44 минуты приехал. Так что мне еще 20 минут, я там вообще за полчаса выхожу на работу. Так давай на транспорт, это вы. На общественном? Мне делать нехуй, что ли. Ну да, а что? От меня там транспорт не идет, мне придется, как это, мне придется до метро, доезжать пару остановок на автобусе, потом на метро ехать, и... Короче, причем на метро мне придется пересаживаться на другую ветку. Не, в общем, без машины тут как без рук. Так мне тоже на другую ветку. Иди в ладийские права. А ты еще даже велосипеды не получил. Да. Передачи переключать не умеешь. Да, передачи переключать не умеешь. Да, я помню, как ты по МКАДу ехал на первой, сука, на самой легкой. Ты что, охуел, блядь, по МКАДу, сука, на первой? А мы-то думаем, а что ты сзади прилетешься на полкилометра расстояния? У твоего велосипеда вообще передач нету, так что. А нет, у твоего велосипеда есть, но это, сука, блядь, это не то. Так а ты взял, короче, не знаешь, какие передачи, какие ставить. На легкой ездить себе и все. Да, блядь, это, на первой еду, короче, там машина уже, короче, двигатель задыхается, это, я не знаю, там, три, нет, блядь, четыре тысячи оборотов там уже ебашит, да? Машина еле-еле, 20 километров, 25 едет. Я про велик говорю, когда мы по МКАДу ехали. А, ёптую мать. Тут я думаю, что ты мне там втираешь какую-то дичь, блядь, на первой передаче еду там по МКАДу, блядь. Я ж охуел, блядь, как услышал. На первой передаче, блядь, на машине. Ну, там, я не знаю, на четырех тысячах оборотов там уже двигатель, просто, я не знаю, сейчас, пиздец ему настанет, блин. Хотя, это БМВ, блин, не настанет, но это, блядь, это все равно пиздец для двигателя. Бензин он сожрет просто капитально. У меня, кстати, типа 59-го бензиновый двигатель. Да ты вообще у нас дизель, вин-дизель, блядь. Ты можешь центровых отстрелять? Центровых не могу, а, подожди, я вот там, может, и сотреться, нет, не смогу. Блядь, мне стремно так вылазить, потому что сейчас как в борт прилетит, блядь, и я буду с большим снарядом за щекой, блин, как говорится, да? Че я вообще вперед поехал? Вот так, назад. И, короче, смотреть на те, кто слева. Телефон зарядил хоть? Телефон. Ну, блин, 77% есть, а че? Да хорошо. Халяще, халяще начальники. 77% на мана. Я не знаю, я накидал по центральным уже неплохо. Я накидал по центральным целый ноль. Я даже ни разу не выстрелил. Забой. Ну, потому что, сука, блядь, не по кому. Какие-то ебаные камыши, блядь. Где есть, сука, болото, блядь, для камышей? Че это за хуйня, блядь, растет тут. Вообще, от пизды натыкали тех гостей них. Хотя бы, хорошо, что не догадались пальму всунуть. Лос-пальмус. Ну, блядь. Прикинь, в камарине пальму насадили бы. Я бы охуел. Они что-то как-то вроде как окончательно уже вывели. Все, больше ее не будет. Или там будут переделывать. Переделывать. Или вывели. Не по-моему, вывели. Они, короче, могут говорить. Вывели, вывели, а потом бац, и ввести ее. Чисто знаешь, там, левая пятка там захотела. И, короче, я его послушал. А, сука, меня заебало. Стоять, кто там у нас? Блядь, ну там Т-30, я не хочу на него лезть. О, сколько отметок на Яге? Подожди, мне сейчас не до этого. Ну, по-моему, где-то 6 или сколько там. Ну, как бы, две звезды, может. А, нет, я пижу, три. Вот так, короче, и наебывают людей. Понимаешь? Да. Ну. Думал, что 6, оказывается, 3. Так там, вообще-то, ну, две полоски, это одна. У меня три, блядь, полоски. Дорогой, у меня три полоски. Ебать, ты что, инопланетяйно, что ли, там, гожаешь, что ли? Да. Ну, мы на горку заезжаем или как? Ты этот чуваку на Центурионе говоришь? Тебе. А, ну, блядь, поехали, давай на горку. Сейчас только АТ-15 разберу. Боже, у них Е-75 боится на горку заехать. Тупо лол. Ну, он же, сука, тяжелый танк, ему не положено, тем более он в топе. Он же, типа, крутой. Сколько у него крутой? Я его свечу, он меня нет. А, кстати, у него 46% побед, так что, может, это причина основная, как считаешь? Я просто уверен в это. Хотя, обычно, вот таких людей, это, как это, press X to win, обычно, да, там, топочку R зажал, стилл показал, там, с вертухи выстрелил, полкоманды снес, я не знаю, там. Блядь, я борт нахуй сейчас подставляю свой, надо перекатиться отсюда. А у нас, короче, Е-75 уже на пол-ХП насосал. Эбола. Опа, подожди, есть третий. Пока я развернулся, сука, он уже из-за света исчез. Охуенно. Может, я уже на Е-25 поехал в этом, в этом бою от меня хотя бы больше пользы было бы. Давай, опа, 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 опа. Сука, убери свою сраную башню. Так давите там аллею, вы что, у нас Е-75 и Т-29. Кебать, по мне в сумму 50-100. И всовывает дальше. Еще, короче, я без наводчика остался. Главное, что не без наушников. Без наушников я останусь, если эта сука еще раз по мне попадет. Какой-то злости, блядь, скину. Уже скидывал один раз. Не, скидывал я их один раз, когда покурить хотел. Блядь, с такой игрой я сейчас нахуй эту удалю и пойду срать, нахуй. Будешь срать, короче, на телефоне играть в World of Tanks Blitz, я же знаю тебя, блин. Ты же такой хитрый, пидорас, блин. Нет? Сука. Ай, ИС-3. Сука, больно. Я сейчас в лесу становлюсь и ухожу. В лесочке посрать решил, да? Да. Слушай, какие-то у нас, я не знаю, коллоидные шутки, как считаешь. Надо переходить, по-моему, на уголь новой Петросяна. Я серьезно, мне выходить надо, еще нужно сто лет успех. Я тебе говорил сразу, подъезжай ко мне, я тебя, блин, на машине дотинул там. В прямую сел и все, блин, там. Хотя, можешь, блядь, сука, на метро, тебя что-то метро ходит, а там я там 2-3. Я на троллейбусе доел, это быстрее, чем пересаживаться в ебанное метро. Сука, очковый вылазит, у меня 231 хп. Все, отлично. Можно со спокойной совестью идти, да? Главное, только не селитесь. Я пошел, отойду, потом поговорить. А, ну, так, блядь, попрощайся, хотя бы там с людьми, я не знаю, скажу, народ, до свидания. Народ, либо до вихера, либо вообще до свидания. Я ухожу, да? В реальный мир. Но скоро я вернусь. Звучит брутально. Ладно, тогда дай его в бой. Ну, и тоже буду потихонечку завершать серию. Главное, этих ебантяев, там, Е75-го будет запись. В Бортецке прям. Хватит, он шотный. Так вот, сука, и стоит. Сосать, сучка! Как бы сейчас самому не сусо не сделает так, нечаянно. Не, ну, я тут прям как на ладони. Вот сейчас 129-й как вжакнет мне. По шапке. Прямо. Все. Победа, 1018-й дамага. Нормально. Хотя полбой я вообще нихуя не делал. Ну, а что ж, дорогие друзья, с вами был Зазепа и Капкан. Подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. Ну, я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...